Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала! Вы, как всегда, на канале Семьяна Чемодана. Мы сегодня в полном составе. Идем гулять по... Паттайи! В этом выпуске мы будем снова изучать Паттаю, покажем вам интересные места. Ребятки, сегодня в выпуске мы продолжим смотреть и изучать Паттаю и с вами делиться этими прекрасными кадрами из этого классного города. Вот так вот приветствую нас начинать сегодня со смотровой, на которую мы чуть позже вместе с вами доберемся. Что нужно сделать перед началом просмотра? Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и погнали! Традиционно уже вызываем такси. Блин, у нас какой-то прям прикол. Тачки все лучше и лучше. Вот сегодня поедем на Митсубиси по Джеро Спорте. Вот так вот, словно куда-то влез по бездорожью. Едем мы сейчас в Изикард, называется. Собственно, по названию понятно, что это будут. Картинги. Да, я хочу покатать старших пацанов. Мирошка еще нельзя, Насенка не хочет. Ну, а по поводу меня посмотрим. Поехали. Мы специально приехали чуть пораньше, до массового открытия, когда прям массово все катаются. Здесь вот ребята только, получается, готовятся, носят. Шельма. В принципе, достаточно большая трасса. Если вы думаете, что вот эта трасса, это да, но она еще и туда уходит. Ладно, пойдем сейчас все узнавать. Пойдем. Что по ценам сейчас тоже расскажем. Посмотрим, сколько кругов. Ну, я так думаю, на первый раз хватит по одному кругу прокатиться. Это вообще за глаза. Самое лучшее, что можно получать, это эмоции. С 10 до часу они работают. Есть кафешка всякие, различные развлечения. Ну, пойдемте узнавать, что да как. Кстати, сразу по ценам можно здесь будет посмотреть. Здесь есть различные вообще тачки, на которых вот можно кататься. Это, соответственно, цены. Это тоже цены. Четыре круга, почти двушка. Вау, восемь кругов. Это что, 20 кругов? Нифига себе. Я знаю точно, что здесь есть еще двойные машины на двух человек. Если ребенок маленький, вот, например, можно вместе с ребенком, чтобы он тоже пробовал. Да, вот 40 километров в час. Да, также здесь есть шкафчики. Убрать свои личные вещи и отправиться кататься. Это вот как раз про что я говорил, это продолжение трассы. То есть трасса достаточно большая, проходит где-то там под мостом. Шикарно. И у вас есть возможность вообще просто здесь оторваться, пацаны. Потому что вы по ходу дела будете одни. Мы поедем с Родионом в одной машине, сделаем один круг. Потому что Родика, естественно, вообще не пускают. А значит, Тёмку сейчас посадят, попробует он залезть в эту машину и посмотрит, дотянется ли он до Италии. Вот иди попробуй, Тёмка. Тёма лямки надо будет одеть на Крокс. Садись. Нажми. Окей? Нет? Так прикольно у них получается. Включаешься к Wi-Fi, сканируешь QR-код, заполняешь полностью анкету, фотографируешься, подписываешься. Это о том, что ты ознакомлен с техникой безопасности. Всё в китачке это серьёзная история. В моих галошах сюда не пускают, поэтому нужно брать прокат. Слышь, нас кидают новые. Вот так вот. Это стоит 50 бат дополнительно. Тёмке он одевает шапку. Тёмка поедет первый со мной. Мы единственное, сейчас быстро перекидываю ещё крепление в упрохе, чтобы прикрепить её к шлему. Ну всё, вроде пошлите. Выставил я суперсверхширокий угол, чтобы у нас был максимальный обзор, потому что камера будет стоять на голове. Вот, буду головой туда-сюда крутить. Да, Тёмка? Сейчас поедет со мной Тёмик. Угра в полный рост помещается. Тёмка, чтобы вы оставили спорту. Стоп. И вы возьмете племет. Окей. Всё, ребятки, я вас прикрепляю сюда, на голову. Всё, ребятки, я вас прикрепляю сюда, на голову. Всё, ребятки. Всё, ребятки. Всё, ребятки. Всё, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Родион сегодня с утра встал ни в какую не хочу, не хочу. Артемка здесь расстроился, что нельзя ему самому. А вот в итоге сейчас уже говорит, что да, столько, говорит, эмоций. Ну ладно, сейчас закончим с Родиком кататься. Артем расскажет свои эмоции. Родиком кататься. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Ну вот, вылазь. Давай, вылазь. Там потом снимешь, вылези. Потом снимешь. Клево. Ага, только что-то Родик прям у тебя отпустил руки, а Родик чуть не врел. Ну я так же, как и тебя подстраховывал. А что-то вся, что ушли. А, врезалась очень сильно девочка. А, поешь? Да, пошли, Родик. Пошли, Родик. Родика тебе не взялся. Пойдем на маленький. Пойдем на маленький, тебе будем катать. Пойдем. На маленький. Мирочку нужно обязательно прокатить на маленькой. Невероятные эмоции. Тема, как тебе? В общем, мне очень понравилось. Расскажи про то, что ты сначала расстроился. Стоило ли расстраиваться? Ну нет, потому что я тебя как девочка так вот врезалась, я аж испугалась. Вот, вот. И мы сейчас на трассе как раз стали свидетелем серьезной аварии, когда девчонка врезалась, и все. И родители ее ушли, и она ушла, потому что она вообще потерялась там. Просто это... Это жесть, это опасная история. Поэтому не зря они говорят, что нет, детям не нужно. Скорость-то вроде маленькая. Едут тачки... Ну, короче, кто не пробовал картинки, я очень рекомендую попробовать. И если кто находится сейчас в Паттайе, в Тайчике, то контакты этих ребят я оставлю в описании. Тоже приходите, пацан нам показал. Мы протестили. Переходите, радуйте себя и своих детей. Эмоции потрясающие. Настенка, у тебя какие эмоции? Ты больше всех каталась. Да. Здесь очень круто все организовано, на самом деле. Я была в картинках, но таких маленьких. А это уже такой масштабный. Нет, ну это вообще другая стра. О, родик, спасибо за водичку. Да, вода очень кстати. Ну, а мы переодеваемся и идем дальше. Изучать Паттайю. Все, мы двигаемся дальше. Пока-пока. Спасибо большое. Все, друзья мои, еще раз контакты этого картинга в описании. Обязательно приезжайте, катайтесь. Это вообще потрясающие эмоции. Вот честное слово. Мы сейчас хотим забраться на смотровую площадку, где надпись Паттайя-сити. Вот она перед нами. Только вопрос, как это сделать, мы пока не знаем. Посмотрите, какое огромное количество туристических автобусов. И представляете, это все китайцы. Все вот эти огромные автобусы. Даже вот этот, посмотрите, какой здоровенный двухэтажный автобус. Все китайцы. Ох, у Миражки слышали эмоции. Да, какой высокий. Вот она надпись Паттайя-сити. Там есть кафешка какая-то, собственно. Там можно просто походить. Красиво очень. Единственное, что вопрос, как все это сделать. Ну, а здесь порт, откуда отправляются катера, кораблики до островов. Мы на один такой остров ездили, называется Лан, либо можно его называть Ко-Лан. Обязательно выпуск посмотрите, я там ссылочку оставлю в описании, гляньте. Именно там, наконец-то, мы увидели то самое море. Вот этот цвет прекрасный, как во всех рекламных роликах Таиланда. Потому что в Паттайе такого нету. В порту, конечно, безумно грязное море. Мусора просто трындец. Можно покупаться в помойке прям. Да уж. Но это на самом деле так абсолютно во всех портах. Абсолютно. Вон пластика в океане, просто жесть. Вот представляете, пока мы идем на эту смотровую площадку с надписью, мы дошли до локации, на которую тоже очень хотели попасть. Это Паттайский маяк. Мы вообще больны на маяки. И на какие маяки только не добирались. Самое сложное, это был маяк на мысе Чушка. Где мы потравешили? Это просто капец. Мы шли вброд по морю, по заливу. Там куча змей. Слава богу, нам никто не встретился. Ну, а вот этот маяк, пожалуйста, встречайте. Красивый, блин. Попробуем вход. Да, вот, наверное, вход на смотровую. Будем шагать по многочисленным ступенькам. Ну и сам красавец маяк. Да, еще красивый маяк мы видели на Шри-Ланке. Тогда ночью туда забурились. И целая проблема была оттуда уехать. Отвезли. Отвезли. Да, вот Тёмка рассказывает. Мы поймали попутку какую-то. Нас пацаны какие-то везли. Отвезли там. Какой красивый маячок. Вот в маяках безумная энергетика. И на самом деле достаточно делать просто красивый маяк. И это уже достопримечательность, куда будут хотеть, желать, приехать туристы. Какая красотища. Жаль, что подняться туда нельзя. Как на смотровую площадку. И вся Паттайя, как на ладони. В горку, конечно, идти. Это еще то удовольствие. Да, сынок. Ищем тебя покатать. Подъем достаточно. Такой приличный. И плюс еще жара. Там, где вот эта надпись, это называется Паттайя Парк Сити. Здесь вон лесок, белки всякие бегают. Черные. То на машине или на байке, как бы, конечно, проще. Вон доехал, есть парковка. А мы, получается, по кругу все пешком, пешком, пешком. Вот он, спуск как раз. Вот он. Это, получается, конец надписи. Пойдем мы вот так вот вдоль надписи всей пройдем. Ну, пошлите. Правда, для колясок снова нет спуска. Вот это нам повезло. Мы здесь совершенно одни. От самой смотровой сити. На всю эту надпись Паттайя. Орите. Мы здесь единственные. Какой строится прикольный плоский дом. Вид на Паттаю. Вот это клево. Класс. Да, концентрация лодок здесь, конечно, вообще. Ой-ой-ой. С той стороны по такой же лестнице спускал Мирошку. Ну, это ладно. А теперь в такую же лестницу, только с другой стороны возле буквы П, нужно поднимать. А, кстати, знаете еще что? Когда отплываешь на корабле, то кажется, что написано не Паттайя, а Раттайя. Я все думал, почему так, почему так? И теперь до меня дошло. Дело в том-то, что вот эта лестница, видите, она издалека дает как бы вот эту вот приставочку к букве П, и получается как бы Р. И с корабля видно, как будто это Раттайя. Вот так вот. Смотрите, какой круговой здесь обзор прекрасный. И, кстати, после этой лестницы, да-да, мы ее преодолели, есть еще вот такая вот локация, сердечко, можно сделать прикольную фотку, либо отлет. Там, кстати, есть спортивная площадка, туалеты и барчик. Блин, с таким роскошным видом, это вообще невероятно красота. Все фотки, друзья мои, какие-то интересные моменты, которые мы тоже снимаем, они не попадают на наши ютубчики, есть в нашем телеграм-канале. По ссылочке обязательно подписывайтесь, либо здесь сканируйте QR-код и подписывайтесь, и становитесь к нам еще ближе. Ну вот про что я и говорил, видите, к сожалению, это не детская площадка, площадка спорта. Я вот по вот этим шапкам думал, что здесь все-таки детская, но тем не менее, да, спортом можно, оказывается, заниматься с таким прекрасным видом. Но вот это все разноцветное море, потрясающее. Мы уже не выдержали, здесь палатка есть, зашли, возьмем вот эти витаминные заряды, правда, они здесь стоят, ого-го, по 50, какие-то вообще по 70, ну и есть какие-то по 60. Нужно чем-то обязательно подзарядиться, ну и, конечно, фруктами самое лучшее. Парни, вкусно? Очень. Очень? Только там, аня, там, сироп, походу, или, сироп, заряд, один у нас. А молоко я такая теперь кислая. Естественно, всем берем по целой банке этой вкусноты, но учитывая, что здесь, конечно, цена нам всем 260 бат просто, просто попить косарь на наши. Или на ваши 10 евро. Там тоже на нас выйдет? Вот она, сенка себе взяла банан с авокадо, да? Очень вкусно. И, конечно, все снимают пробу. Как же без этого-то? Мы сейчас двигаемся. Фух, статуи Большого Будды. Ну, чтобы вы понимали, снова горка, 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 бесконечные горки. Здесь прям холмистая такая местность, получается, что горок много. Ой-ой-ой, сколько здесь автобусов. Вот это да. Смотрите. Посмотрите, сколько сюда туристов привозят. Биг Будда, Паттайя-сити. Чонбуре. Кто на байке, либо на машине, можете прям сразу сюда доехать. Здесь большая парковка. Отсюда, кстати, уже и виднеется статуя. Здесь есть стойка Wi-Fi. Вот она, желтенькие таблички. Здесь платный Wi-Fi. Также отсюда можно взять такси. Здесь есть туалеты. В принципе, вся инфраструктура для туристов имеется. Сам храм нельзя входить в шортах, в юбках. Здесь нужно взять либо на прокат, либо платную специальную одежку, укрыться. Здесь еще что-то. Так. И дальше нужно преодолевать уже по лестнице вот так вот такой подъемчик и попадать в храм. Видите, как вдоль лестницы такие драконы. Длинные-длинные, прям до самой статуи. А, кстати, лестница вообще лайтовая. Тут особо и не надо даже ноги поднимать. Высота ступеньки буквально там, не знаю, 2 сантиметра. Поэтому ты как будто идешь просто по ровной поверхности вверх. Это, конечно, хорошо. Мы это сделали, поднялись. И нас сразу встречают деревья из денег. Ха, прикольно сделали. Куча бут здесь. Не-не-не, Мирошка, туда не надо, сынок. Здесь какие-то дети. Мирошка, выходи скорее. Выходи, а бут им тем более не надо заходить. Ты же в ботиночках. Пошли дальше пройдемся. Понятное дело, здесь можно купить различные сувениры. Здесь люди свечи ставят. Так, здесь ему наливают фанту. Вот эти благовония. Здесь тоже можно, видимо, ударить в этот огромный бубен. Блин, как мы это делали в Бангкоке. А мне очень нравится вот это вот дерево. Здесь, видимо, пишешь пожелания и вешаешь. У нас что-то подобное на таких деревьях. Там тоже буддизм в Бурятии. Только вешают ленточки. И такие деревья. Много-много-много, везде прям. Здесь, конечно, нужно погружаться в эту религию, чтобы понимать вообще, для чего каждая статуя. Потому что такую, например, статуя вообще вижу впервые. Видите, да? С бородой. С такой фисочкой на голове. Интересно очень. Вот это огромное. Причем самое, что интересно, вот эту вот статую большую. Ее вообще ниоткуда не видно. Вот где бы мы ни ходили, вообще не видно до тех пор, пока вот сюда конкретно не поднимешься. Вот здесь ее уже видно. Здесь, кстати, красивый вид открывается. Здесь, вон, целую игру придумали. Монетку ставишь, и надо, чтобы она на ребре стояла. И вот если думать, что это невозможно, возможно. Вон, смотрите, куда дальше он парнишка вообще сколько поставил. Ну, не у всех получается. Пока мы гуляем, сюда приехало огромное количество индусов. Вообще просто, их реально здесь очень много. И самое, что интересное, то, что они очень любят детей фотографироваться с нами, с русскими. И прям вообще, да можно, селфи, селфи, селфи. Идут сюда. Рыночек. Немного затарили, значит, овощей и фруктов. Гранат купили, такой здоровенный. 120 стоит. Опа! 120 бат. Арбуз. Арбуз раньше был только летом. Сейчас вообще круглый год едим арбузы. Это так здорово. Ну, естественно, куда уж без маракуйи, бананов и так далее. Сегодня будем овощные супы готовить. Нам в подарок дали манго. И еще дали вот это вот фрукт. Я не помню, как он называется. Яблоко какое-то, не до яблока. Кто в курсе, напишите в комментах. Мы вот уже поставили суп варить. Но Мирошек сказал, нет, папа, арбуз хочу. И на самом деле здесь арбузы действительно очень вкусные. Я помню, когда мы были на Шри-Ланке, мы покупали там пару с арбузом. Они были как будто вот такая. Вода, красная вода. И то даже не красная, а больше такая к белому цвету. А здесь вот сколько берем, прям супер. Ой, какая вкуснота варится. Вот это да. Посмотрите, суп готов. Гляньте. Прям смотришь на него, и настроение поднимается. Так что у меня для вас два лайфхака. Первый. Если у вас за окном серость и холодно, приезжайте в Таиланд. Лайфхак второй. Если за окном серость, грустное настроение, идете в магазин, просто покупаете кучу овощей цветных и варите себе такой суп-перц. Этот суп-памп точно поднимет настроение. Можете в комментариях поблагодарить за лайфхак. Пошли мы на закат провожать этот прекрасный денек. Вообще стараемся к морю на закат ходить прям вот каждый день. Даже постоянно в телеграм-канал закидываем фотки с закатами. Мне кажется, это так важно. Именно поэтому мы снимали именно это же видео, чтобы быть вот прям рядом с морем. Ну как рядом, не первая линия, там, не знаю, 50-я, наверное. Но тем не менее, нам ровно 6 минут неспешным шагом до пляжа. Причем не до просто пляжа, на котором можно понюхать, как воняет. А именно на таком пляже, где водичка не будет лазурная, но там купаться можно. И вода там хорошая. И где парк? На нашем пляже. На котором мы обычно купаемся. А где лестница? Да. Да, там хорошая. Вот. Это, конечно, безумно важно, учитывая, что мы сходу не можем так приехать, снять сразу машину и кататься там до любых пляжей. Нам нужна, конечно, шаговая доступность. И, конечно, тротуары. Это очень хорошо. Вот сюда налево идем. Рынок. Давно не показал. Вдруг кто-то нас смотрит в первый раз, да. Райончик Протомнак. Ну, прям граница вот прям с Джамгеном. Вот. Здесь буквально метров 50. И ночной рынок. Вон он уже виднеется. Океан, море, залив, озеро. Как угодно можно называть эту лужу. Непринципиально. Но главное, что соленое. Чувак, да, там рынок все. А, трактор увидел. Все понятно. Естественно, у нас здесь вот эта а-ля развратная улица. Здесь куча баров сейчас. Покажу. Здесь массажи плавно перетекают в секс. Короче, здесь прям атмосфера крутая. Вот вечером особенно вот эти два бара наполняются просто битком. Куча людей. Вообще у нас как-то район такой. Больше здесь европейцев. Вот даже вот идешь по всяким барам. Все, кто с девчонками тусуется, это в основном европейцы. Ну, я не вижу здесь большого количества прям русских. На рынке, да, на рынке, конечно, русских меньше. Нет, вот именно на рынке вечером все русские приходят, их там много. А именно вот по этой улице в основном европейцы. Вот это вот кафе с красной крышей, пиццерия. Ну, там вообще тусуются идеально вот какие-то, я не знаю, европейцы, итальяшки, которые привыкли лопать только пиццу и пить пиво, ну и, естественно, стайками. Вот, дальше как раз заведения уже такие, где вот тут вот, видите, вот эти черные стулья. Здесь обычно сидят девахи и цепляют пацанов, мужиков. Вот видите, сидят довольны. Мирош, ну не трогай, пожалуйста, вот. Да, здесь, в общем, весело играет музыка. Ну, а дальше кабинеты массажа. В общем, вот такой вот у нас реально классный райончик. Причем здесь, кстати, еще и всякие выпечки, кексики там и так далее, и так далее, и так далее. И всякие надуважки продают. В общем, пока ты идешь по этой улице, ловишь абсолютно весь колорит Таиланда. Идеальная локация. Мы еле успели на закат. Смотрите, какая красота. Там впереди острова. Таилан, либо Колан. Дальше еще какие-то острова, на которые нам еще предстоит, наверное, сгонять. А может быть, когда-то в другой раз, даже и не знаю. Посмотрим. Ну, круто. Мне на закат нужно обязательно ходить. Много местных приходит вообще на закат, вот так вот садятся, берут еду, напитки и наслаждаются этим закатом. Вот все-таки в будний день людей в любом случае поменьше. Сегодня прям вообще много мест. Вот про что я говорил. Купаются спокойно вообще. Ну и мы купаемся. Правда, не здесь. Здесь купались буквально пару раз. Мы на соседний пляж ходим. Там прям потрясающе. Хотя можно спокойненько и здесь купаться. Здесь еще такой риф. Волны сбиваются. Да. Вот такой закат у нас сегодня. И финал нашего выпуска, ребятки. Спасибо, что досмотрели его до конца. Поставьте лайкосики, пишите комментарии, сделайте репостики в свои социальные сети. За это огромное спасибо. Вот местные Витька собираются на стульчиках. Молодцы, молодцы. Там рыбаки рыбачат. Ой, кайф. Солнце сегодня просто огромное просто. Оно действительно. Ух, не знаю, камера вряд ли передаст размер солнца. Но оно вообще. Буквально несколько секунд и все, и оно полностью провалится уже. Ты проверишь, как это делать? Как выглядит, да, хотя он на улице не там будет работать. И что? И что, мы можем сразу проверить. Да, и пришли все равно. Ну все, последние секунды мы тоже понаслаждаемся. До нового выпуска. Да. Пока. Продолжение следует... Давай.